Всем привет! Это 9 урок по черепашки на языке Луа. Сегодня мы научимся управлять черепашкой с помощью клавиатуры и мыши. Для этого мы изучим две команды. Я хочу узнать, знаете ли вы, что такое курсор? Ну, конечно же, знаете. Вот такая стрелочка или какая-нибудь любая другая пиктограмма, которая движется по экрану. А для чего она движется? Само по себе движение не так важно. А важно координаты, какие этот курсор сейчас занимает на экране. Например, в любимом пейнте вы рисуете прямоугольник. Вы зажимаете вот где-то вот здесь. Ну, давайте я так. Например, рисуем отрезок. Вот сейчас я зажму мышку, левую кнопку, и начну двигать. И отпущу. Когда я нажал первый раз кнопку вот здесь, мышки, то компьютер получил координаты на экране. Вот если мы смотрим по черепашным координатам, помните, что в центре у нас по умолчанию 0,0, то где-то значит у нас координата получилась минус 200, минус 200. Это первая координата. А вторая координата получилась где-то, ну, минус 100 и минус 50 примерно. Так, ну, давайте. Что мы можем получить из нашей мышки? Какие данные нам может предоставить мышка? У нее есть две кнопочки. Ну, на самом деле, у нее, возможно, есть третья кнопка или даже больше. Но наша черепашка умеет читать только левую кнопку, правую кнопку и координаты курсора. Вот тот курсор, который я сейчас двигаю. Причем, черепашка умеет читать координаты только когда эта мышка находится внутри поля нашей черепашки. Так, ну, если вы сейчас без мышки, у вас есть тачпад на вашем ноутбуке, то, в принципе, вот тоже самое. Левая кнопка, правая кнопка и координаты курсора. Это когда вы пользуетесь самой тачпанелью. Так, ну, давайте выясним, какие состояния может быть у кнопок. Надеюсь, все учили английский язык в школе. Кнопка может быть нажата. Вот, например, left click. Это мы нажали левую кнопку и отпустили. Не нажата. Вот у нас правая кнопка не нажата. Или можно осмотреть. И двойной клик. Двойной клик, знаете, щелк-щелк. Вот такой вот двойной клик. Так, значит, у нас кнопка у мышки может быть либо нажата, down, либо отжата, up, либо кнопка совершила двойной клик. Так, ну, вот теперь мы подошли к первой функции, которая нам позволяет получать координаты x, y. Функция называется click, но она записана с помощью четырех букв, сокращенно. CLCK. Чтобы наша черепашка узнала, какое мы хотим событие узнать, есть такие сокращения буквенные. Как параметры нашей функции в скобочках, обязательно, в кавычках, обязательно, нужно указывать одно из этих двух буквенных слов. Это сокращение от английских слов. LD, это не единичка. LD, это значит left down. Левая кнопка down, вниз. Помните, да, как мы здесь смотрели? Down. Так, R down, это нажали правую кнопку. LA, LU, точнее, L up. Это значит, левая кнопка отпущена. Вот смотрите, вот если я сбоку нарисую нашу кнопочку. Так, вот у нас такая мышечка. Вот у нее кнопка. Когда мы ее нажали, только в этот самый момент происходит событие left click. Если при этом мы держим кнопку нажатой, удерживаем, то ничего не происходит. Но в тот момент, когда мы ее отпустили, когда мы палец убрали с кнопки, то происходит событие left up. Отжали кнопку, отпустили левую кнопку. Так, ну то же самое для правой кнопки. R up. И еще две команды. L, это не единичка. Не путайте. L2 и R2. Это значит левый двойной клик. Значит двойной клик левой кнопкой мыши. И двойной клик правой кнопкой мыши. Так, ну давайте теперь на практике посмотрим. Тут вообще, здесь нам функция выдавала какие-то координаты x, y. Если происходило такое событие на экране, например, нажали левую кнопку, то мы получали координаты x, y. А если нам не нужны эти координаты вообще, то мы можем писать условия прямо так. If, клик, в скобочках, то событие, которое нам нужно. Ну в данном случае ld. Это значит, произошел ли клик левой кнопкой мыши. Then тогда. Здесь мы пишем что-то, ну не что-то делать, мы пишем какие-то команды, что должна сделать наша черепашка. И end. Не забывайте каждый if заканчивать end. Так, ну давайте посмотрим. Вот первая программа. Я ее сейчас запущу и поясню, что она у нас делает. Так. Выводим текст при клике мыши. Здесь у нас есть бесконечный цикл. Вы можете его своим любимым циклом for записать. For и от 1 до 1 миллиона, или там 100 миллионов, например. Do. И вот это тело цикла, оно у нас бесконечно крутится. Тут про циклы есть видео урок маленький. Можете посмотреть, вспомнить, что это такое. Итак, когда мы запустили нашу программу, вот этот вот цикл вертится бесконечно. И в этом условии мы проверяем, нажата ли left down. Это значит левая кнопка. Давайте попробуем, нажмем, я подвел курсор к полю черепашки и нажал левую кнопку. Отлично. Видите, здесь напечаталась, выполнилась эта команда. Да, когда мы нажали левую кнопку, у нас появился результат. Эта функция вернула результат. Она в данном случае вернула x, но это нам не важно совершенно. Главное, что она что-то вернула. Поэтому это условие сработало. Здесь была истина. Это условие сработало, и мы получили текст левая. Так, давайте теперь правую нажму. Почему-то у нас появился текст правая и правая отпущена. Я действительно кликнул очень быстро. Нажал и отпустил. Давайте я теперь нажму и не буду отпускать. Отлично. Вот я сейчас не отпускаю правую кнопку, подвел. Видите, правая. Так, подвожу назад, отпустил. И сработало уже вот это вот событие. r, a, r, u точнее. Это значит, right, правая кнопка, a, это от слова up, вверх. Так, ну и осталось у нас последнее. L2. L2 это двойной клик левой кнопкой. Так, я щелкнул. Вот получилось. Ну смотрите, левая два раза, это все вывелось все отлично. Но у нас еще и вывелось слово левая. Ну, вы понимаете, что когда мы делаем первый клик, наша программа не знает, что мы будем делать второй. Поэтому левый клик все равно обязательно хоть один раз даст работать. Так, дальше пауза. Ну это чтобы у нас было, чтобы не, чтобы было время подумать о нашей черепашке. Можете без паузы писать. Хотя нет, без паузы по-моему не работает. Давайте попробуем. Появится ли черепашье поле вообще? Нет, черепашье поле не появилось. Поэтому я поставил маленькую паузу. Вот эту паузу зато можно убрать. Потому что до нее, до этой строчки, наша программа никогда не доходит. Потому что это цикл бесконечный. Запустили, проверили. Да, все отлично. Так, ну давайте дальше. А как теперь узнать координаты клика левой кнопкой мыши? Или левым двойным кликом мыши? Или, например, кликом правой? На нашем черепашьем поле. Давайте посмотрим. Так, следующая программка. Она очень похожа на предыдущую. Только в if, в условиях, я не стал ставить клик. Вот эту функцию. Вот здесь я объявил переменные x, y. Поэтому здесь их не надо уже объявлять. x, y присвоить клик. Если событие вот такое произошло. LD. Что такое LD? Это left down. Значит, левая кнопка была нажата. То тогда в x и в y что-то будет. Тогда сработает вот это вот условие. Давайте запустим. Да, левая сработала. Правая сработала. Левая двойная сработала. И просто левая сработала. Но вы поняли почему. Потому что когда мы двойной клик делаем, первый раз мы все равно нажимаем одинарный. Ну, здесь смотреть нечего. Мы поняли? А, ну, подождите. Так, давайте вот в этом углу покликаем. Что у нас, какие координаты. Минус 205, 224. Так, а давайте вот здесь где-нибудь. Здесь уже будет положительнее. 200, 200. Где-то в середине будет ближе к нулю. Да, вот здесь где-то. Ну, можно даже этот ноль нащупать. Ну, в общем, он где-то здесь. Так, давайте пойдем дальше. Ага. Сейчас я посмотрю, что у нас можно ли сделать. Ну, все, с мышкой разобрались. Мы еще дальше в программах посмотрим, как с этой мышкой работать. А теперь переходим к функции чтения кода нажатой клавиши. Ну, вы, наверное, знаете, что клавиши, может быть, кто-то видел, что клавиатуры в России такие, а за границей немножко другие. Там даже расположение букв отличается. Например, вы не увидите клавиатуру QWERTY в Германии или во Франции. У них там совершенно свое расположение латинских букв на клавиатуре. Так вот, как работают компьютерные игры, когда вы управляете каким-нибудь персонажем и управлением персонажем игры. Вы играете с клавиатурой, допустим. Нажимаете стрелочки или нажимаете пробел. Та программа считывает некий код нажатой клавиши. Этот код не совпадает, не обязательно совпадает с кодом символа, который нарисован на вашей клавиатуре. Ну, и у этой черепашки тоже какие-то свои коды, честно говоря, не общепринятые. Поэтому, для того, чтобы запрограммировать нашу игру, нам нужно написать маленькую программу, которая будет выдавать коды нажатых клавиш. Мы должны эти коды запомнить. Сейчас я поясню, что это. Так. Ну, вот эта функция CHAR, она всегда возвращает код нажатой клавиши. Здесь, давайте попробуем. Нажимаю клавишу пробел. Получилось 32. Вот видите, здесь вывелось. Нажимаем стрелочку влево, стрелку вправо, стрелку вверх, стрелку вниз, backspace, enter, букву A, S, D, и так далее. Что у нас происходит? Этот цикл бесконечно крутится, как и в предыдущей. Эти команды повторяются, повторяются, повторяются. Эта команда у нас никогда не выполнится, потому что цикл бесконечный. Пока истинно, делай вот это. Так. В этой строчке запускается функция CHAR, и она возвращает либо ничего, NIL, посмотрите первые уроки, про язык луа, либо код. А код, это какое-то число. Дальше идет условие. Если нам что-то вернули, если в кей, в переменной кей, что-то есть, то тогда напечатай на экран кей. Вот так наша программа и работает. Если мы нажали клавишу какую-то, то она выводится на экран. Итак, мы должны запомнить клавиши пробел, код 32. Ну, я просто дальше хочу использовать эти кнопки для управления нашей черепашкой. Клавиша, стрелочка влево, 314, и стрелочка вправо, 316. Так, ну, можно идти дальше. Ага, вот эти коды я запомнил. А вы можете, как задачу, не знаю, если вам любопытно, запустите попробовать узнать коды букв в вашем имени. Причем коды не русских букв, а латинских. Так. Ну, дальше у нас идет уже задание. Сделайте управляемую черепашку с помощью клавиш влево и вправо. А, клавиши влево и вправо поворачивают черепашку. Телепортируйте ее на место курсора по щелчку левой кнопки мыши. Посмотрим, это у меня написано или нет. Так, это заготовка не то. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Видно, что я управляю, это я управляю, нажимаю влево, клавишу влево, стрелочку влево держу, и она у нас поворачивается влево. Если я отпускаю клавиши, то она ничего не делает. Вот. Но эта программа немножко сложнее. Она уже, давайте сразу перейдем. И про телепорт на место курсора по щелчку мыши мы тоже к этому вернемся. Так. Давайте более сложную программу сначала сделаем. Итак, добавьте вторую черепаху красного цвета. Она всегда идет вперед. И вот какие команды для ее движения вперед. Move 1, Jump 2. Если она будет так двигаться, то получится пунктир. Move 1, потом перепрыгивает через 2, потом опять Move 1, перепрыгивает через 2. Понятно, получится такой пунктир. Вот как лазер из глаз этого котенка. Так. И дальше. Здесь же нужно управлять первой черепахой стрелками, а по клавише пробел телепортируйте вторую черепаху на место первой, но разверните ее так же, как первую черепаху. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот у меня эта программа уже записана. Итак, давайте я поясню, что же у нас здесь происходит. Так. Нам попросили создать вторую черепашку. Помните, что первая у нас уже всегда есть. Создаем вторую черепашку с помощью команды Turtle. Когда мы создаем черепашку, она активная, значит, она слушает наши команды. А все остальные черепашки закрыли уши. Ничего не слышат. Так. Для второй черепашки мы выбираем красный цвет. Как цвета выбирать? Посмотрите в уроках про цвет. Если забыли, делаем толщину рисования линии для этой черепашки. двоечку, чтобы она отличалась. Пишем Show, чтобы показать черепашек. Честно говоря, по умолчанию у нас черепашки всегда показываются. Да, они и так показываются. Так что можно эту команду убрать пока. Так. И вот ваш любимый цикл. Можно было цикл сделать, как я в предыдущих писал. While, True, Do. Значит, бесконечный. А здесь просто будет цикл от 1 до 10 тысяч. Так. Ну, он достаточно долгий. Так. Дальше что в условии. Добавь вторую черепашку в расцвет. Она всегда идет вперед. Move 1, Jump 2. Итак. Вот она. Выбираем вторую черепашку. Помните, как если несколько черепах, надо перед тем, как давать команды той или иной черепахи, нужно ее выбрать командой Pick. Выбираем вторую, Pick 2. И шлем ей команды. Move 1, Jump 3. Ну, там у меня 2 балла написано. Пусть 3. Она будет рисовать пунктир. Дальше. Выбираем нашу первую черепашку. И просто двигаем ее на 2 клеточки вперед. На 2 шажка вперед. Догадайтесь, какая черепаха быстрее движется. Ну, конечно же, вторая. Потому что мы ей шлем две команды. 1. Нарисуй 1 шажок. И прыгни потом еще вперед через 3 шажка. Получается, пока она проходит 4 шага, наша первая черепашка проходит всего 2. Дальше. Дальше мы... Так, вот этот пик нам не нужен. Черепашка первая уже выбрана. Вот она здесь выбрана. Итак, команда чтения с клавиатуры. Кто помнит, что за код клавиши 314? Я помню. Это стрелочка влево. Такая вот. Стрелочка влево. Код 316 – это стрелочка вправо. Так, посмотрите. Я всего один раз считываю клавиатуру. И в этой команде у нас будет храниться какая-то одна текущая нажатая клавиша. Ну, или последняя нажатая клавиша. Вот последнюю мы, например, нажали стрелочка влево. И не отпускаем. В кей у нас находится... Будет возвращено значение. Вот эта функция. Вернет код клавиши влево. Если мы ее зажали. Код клавиши влево, как вы помните, 314. Если 314 равно 314, то поверни черепашку налево. Иначе проверяем. Иначе, если в кей находится 316, а в 316 это стрелочка вправо. Так. Кто тогда поверни черепашку вправо? Ну, давайте эти команды, по крайней мере, проверим. Зажали влево. Черепашка поворачивает влево. Вот у нас... Сейчас я отпустил, не нажимаю клавишу. Вот давайте еще раз нажал влево. И держу. У нас теперь, при зажатой клавиши влево, функция char возвращает код 314. Поэтому это условие срабатывает. Черепашка влево. Видите, она какой кругляшок рисует. Отлично. Так. А если мы нажмем вправо и будем держать, то она начинает рисовать такой же круг, окружность, уже вправо. Срабатывает вот эта команда. Ну, хорошо. Останавливаем. Давайте посмотрим, что же делает вот этот else if. На русский переводится как иначе если. Иначе если k равно 32, 32 это код пробела. Я пробел еще пока не нажимал. Но давайте по коду смотрим, что у нас код делаем. Так. Текущая черепашка у нас была первая. Да? Pick one. Тогда вот эта команда вернет координаты первой черепашки. Где у нас находится на поле наша черепашка? Если мы нажимаем пробел. Итак, в x и y координаты черепашки. Теперь выбираем вторую черепашку и телепортируем ее с помощью команды pos and по координатам x и y. Значит, вторая черепашка телепортируется на то место, где находится первая. Вот. Здесь мы узнали как раз, где находится наша первая черепашка. Так. Ну, вот это вроде бы второе условие выполнено. Мы должны только теперь проверить, как это работает. Так. Давайте вот эту строчку я закомментирую. Запустим. Посмотрим. Итак, поворачиваем черепашку, нажимаем пробел. Нажимаем пробел. Нажимаем пробел. Ну, вы знаете, что вторая черепашка у нас красная. Видно, что она телепортируется и она начинает куда-то бежать. Так. Но мы должны взять угол, чтобы лазер стрелял из черепаши в глаз. Мы должны узнать направление нашей черепашки первой. Да. И сделать точно такое же направление у второй. Я это делаю с помощью одной команды. Вот эта. Посмотрим, что происходит. Когда мы делаем присваивание, то сначала вычисляется правая часть. И потом она присваивается куда-то в левую. Часть. Так. Что же мы здесь делаем? Команда TORTAL в скобочках единица. Это значит выбери первую черепашку и узнай ее угол, ее направление angle. Про это есть урок. Один из предыдущих уроков. Можете посмотреть. Итак. Здесь мы узнали угол. Угол поворота черепашки может быть от 0 до 359. итак. Здесь какое-то число в текущий угол на который повернута наша черепашка. И мы его присваиваем во вторую черепашку. Тортал видите во скобках бойка. вторую черепашку. Если бы у нас было 10 черепашек мы могли бы занести вот этот угол в какую-нибудь переменную например A присвоить такой-то угол а потом всем черепашкам по очереди присвоить ну вот так можно было написать например. Если у нас например давайте переменную A присвоили угол первой черепашки а теперь например в третью черепашку присвоили этот угол с переменной A и можно вот так сделать для четвертой для пятой для шестой для седьмой и так далее. Можно в цикле это сделать. Так. Но это нам не нужно. Давайте теперь проверим черепашка научилась стрелять из глаз лазером или нет. Ну по-моему все отлично. Лазер начинает кстати видно иногда моргает здесь черепашка красная как она рисуется. Мы могли конечно прятать эту черепашку когда она рисуется с помощью command hide. так так ну отлично давайте посмотрим что у нас осталось в этом уроке ага ну вот то что про что я вам сейчас и рассказывал как узнать направление первой черепашки хотя у нас уже был урок я просто напоминаю и как задать направление черепахи например той же первой черепахи мы можем задать всегда направление вправо у направления вправо угол равен нулю градусов здесь 0 0 тортал в скобочках 1.angle присвоить 0 значит черепашка будет вправо смотреть а как узнать координаты первой черепашки на экране тоже я про это сказал выбираем черепашку pick1 и вызываем без аргументов функцию ну все на этом урок у нас закончен подписывайтесь на канал ставьте лайки